Прославленный фигурист Роман Костомаров больше месяца в больнице. Знаменитость оказалась в реанимации с пневмонией, состояние ухудшалось. По слухам, спортсмен перенёс ампутацию стоп, кистей, два инсульта, кому и менингит. Есть мнение, что Костомарова добивает внутрибольничные инфекции. Костомаров уже полтора месяца подключен к ИВЛ. С одной стороны, искусственная вентиляция лёгких спасает звезду ледовой арены, а с другой действует как бомба замедленного действия. По словам врача-инфекциониста Сергея Андреева, в трубках аппарата живёт бактериальная флора, которая выработала устойчивость к антибиотикам. Эти одноклеточные мутировали, чтобы выжить. Научились выживать в любых условиях те инфекции, которые есть в больнице. Представляете, там несколько раз в день всё обрабатывают дезинфицирующими средствами. В реанимации особенно, а вот бактерии выживают. И причина этого – постоянный контакт с дезсредствами и антибиотиками, рассказал Андреев. Как правило, говорит доктор, в реанимационных отделениях живут синегнойная палочка, протей и миробилис, которые вызывают сепсис. Также в палатах для тяжелобольных можно обнаружить золотистый стафилококк. Эти одноклеточные, как правило, и добивают пациентов, организм которых дают слабый иммунный ответ. При этом, сколько бы мы не обрабатывали реанимационные трубки, инструменты, там всё равно могут жить эти опасные бактерии, отмечает врач. Для человека с хорошим иммунитетом стафилококк не страшен. Более того, этот микроорганизм в небольшом количестве живёт в теле большинства людей. Организм здорового человека умеет справляться с бактерией. У Романа, видимо, иммунный ответ практически отсутствует. Поэтому внутрибольничная бактериальная флора стала угрожать его жизни. Патогенные микроорганизмы вызвали развитие атита, а затем и воспаление оболочек мозга – менингит, рассудил Андреев. Почему иммунитет Романа Костомарова не справляется с внутрибольничной инфекцией, медик сказать не может. Сведений о состоянии фигуриста в открытых источниках недостаточно, чтобы сделать какой-то вывод. На этом всё, подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик, ставьте лайки и оставляйте свои комментарии. Всем пока!